Норильский храм новомучеников наконец-то обрел свое лицо, говорят священники местной епархии. Лики ангелов и апостолов с царских врат и потолка взирают на образы тех, кто в заполярной ссылке пострадал за веру. Это святый мученик Петр и Стефан Наливайко. Петр Игнатов и Стефан Наливайко. Можно сказать, они изображены на фоне тогдашнего Норильска. Стоят бараки, вышки. Это тогдашний Норильлаг. Вот оба молодые люди, ну скажем, не больше 35 было. Один из них скончался в 43-м, другой в 45-м, буквально не дожив там двух или трех недель до даты окончания своей ссылки. Запечатлен на фресках и святитель Лука, православный хирург, некоторое время жил и работал в Туруханске. 14 иконописцев со всей страны трудились над росписью. С помощью традиционных для церковного жанра приемов изображены каторжники и жители Таймыра. Ниже иконы Сосшествия Святого Духа на апостолов вы видите изображение коренных народов Севера. Вот в таких прямоугольных рамках. Если присмотреться, за этим крестом изображено место, которое знает каждый норильчанин. Голгофа. Норильская Голгофа. Вот. То есть это некий символизм того, что Христос пострадал за всех нас. Все это делает Норильский храм уникальным. Он не просто посвященного мученикам Норильска и Красноярска. Также здешние фрески позволяют окунуться в эпоху и буквально почувствовать важные моменты истории края. Сергей Сеславин, Енисей. Новости. По материалам телекомпании «Северный город». desktop «Северный город»